Всем привет, меня зовут Надина Шмаффин и мы сегодня продолжаем игру Зайчик. Мы собственно идем в школу, в первый раз, в новую школу. За дверями приглашенно звучали голоса, мигали лампы. Тьма ползала мимо окон и казалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Поднявшись на второй этаж, я заметил толпу урус писания. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было приклеено объявление, отпечатанное на принтере листок. На принтере. Внимание, пропал ребенок. Матюхин Вова, 10 лет. Матюхин Вова, 10 лет, ученик 4-го В-класса. 5 января, примерно в 16.00, ушел из дома и не вернулся. В последний раз замечен на мосту через реку Ольшанку. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную черную шапку, шарф и серые варежки с зелеными полосами. При себе мог иметь пластмассовый автомат. Особые приметы. Рост 42. Худощавого телосложения. Волосы русые. Глаза зеленые. Там всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Вовы, просьба позвонить в полицию. Внимание, пропал ребенок. Вова Матюхин, так его звали. 4-й класс. На зернистом отпечатке Вова был ныртвецом с чертным ртом и темными провалами глаз. Может, это живущий в чащубе мрак впитался в его поры и завечил лицо. Пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей, воющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну. Уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми. Они собирались группами по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках у туалетов детские голоса чеканили считалочку. Для медведя, для лисы, зайчи кушать принеси. Какая странная считалочка. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но тут мое внимание отлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. К облаке стучали о пол, как копытца. Им вторились шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важно, она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное. Вон, ей вручают классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, галдя и толкаясь, повалила внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с плечевым лицом, до странности напоминавшим гранат. Какое жутко у него лицо. Недоброе предчувствие зашевлило волоски на моем загривке. Встречал я уже ребят с таким бегущим глазами, таким каркающим смехом. Девочка, похожая на учительницу, ее уменьшенная копия, предострекла толстяка жестом, и по расчищенной тропке вошла в кабинет. Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул его. Допой речи, мудила! И что, какой борзый! Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватило несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щелкали ножницами, большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. За окнами редкие фонари боролись с темнотой, барахтались, как флюороцирующие рыбы в Черном океане. Какое сложное слово. А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, и с каждым шагом я все легче, все невесомей. Трель звонка взорвала видение. Я с неохотой отклип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс, и вошел в класс. Чопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она ткнулась носом в журнал. Я пролистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь? Петров. Петров, я, блядь, чего не слышишь? Глухая. Хм, нет такого. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась лечить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Да не ошибся, блядь, чего я сюда, зря, что ли, шел. Нет такого в списке. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6-й В. Кажется, Класс принял мои слова, заподобие шутки. Разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятался в мешке для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знают, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. Ой, эти училки, обиженные жизнью, тоже такие. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча. А я осталась один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу и перестроим автоматчиков, я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Хватит меня лапать прицелами своими. Вновь представил, как бегут далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взымают над соснами в прыжке. Никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников читался немой вопрос. Этот новенький, он наш или он чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Охуел. Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Ты че, не только слепой, но еще и глухой? А ты не только прыщавый, но еще и тупой! Доску вытри, говорю! Иди ты нахер! Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. Ну что мне с тобой делать-то? Учить! Что еще делать в школе? Куда сажать, а? Куда-нибудь. Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. А Семен один посидит. Он все равно один. Вот именно, вот один еще и посидит. Еще чего? Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся. Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? Класс притих. А че она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателя на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я... Я прочистил горло и продолжил сдавленным, не своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Да-да-да, я могу. Я могу там посидеть один, со спокойной душой. Там кажется свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семена, затем снова на меня. Ладно. Садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семен криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Я пошел до удара, боясь поткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Места для изгоя заняты. Можно приступать? Вот и хорошо. Начнем урок. Ну, давайте. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие годы. А, долгие дни, недели, месяцы, издевок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. «Я тебя запомнил». Фу. Уже пару уроков спустя я ввел в своей тетради растекшийся амебо-желтоватый плевок. Позже в столовой Семен вроде бы случайно облил меня компотом. Ну-ка, компот, компот, что такое компот? Десертный напиток, сваренный из смеси сухофруктов и ягод. Ну, не придерешься. А, выходя из туалета, он тряхнул мокрыми руками, что мороз попала мне на лицо. Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. Ой, блядь. Они сруны и не расступились, а я, не держав, не стунулся лицом в грудь той важной девочки, которую раньше принял за старосту. Ну, надеюсь, что упал не зря и успел прочувствовать все, что там еще появляется. Ай! Не ай, нормально все. Привыкай. Вырастешь скоро. Я тут же отпрянул с гора от стыда. Прости, ты в порядке? Я... Неожиданно она подбочинилась. Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Ладно, в следующий раз я тебя хотя бы в туалет отведу, а то как-то действительно некрасиво вышло. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Ой, там было бы что лапать-то у тебя, ты еще маленькая. В ее глазах было какое-то садистское веселье, словно во взграде ребенка, подносящего горящую спичку к беззащитному майскому мужику. Я нечаянно, меня толкнули. Меня толкнули, что ты возмущаешься? Все видели, слепых среди нас нет. Да ты че, ты издеваешься? Оно ставилось на мои очки и радостно оскалблилось. Я раскипела в груди, но как это Семен охладил мой пыл. Толкнули? Че, правда? Он подошел вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Вот так, да? И че ты сделаешь? Вгибу тебя! Хулиган нависал надо мной, всем своим видом как бы говоря. Ну же, давай, ударь меня, попробуй. Дать отпор, буду я тут терпеть! Слушай, ты... В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семен издевательски улыбнулся. Давай, давай, продолжай, очкарик! Че примок-то? Нам всем очень интересно! Если еще хоть раз меня тронешь... Семен медленно отоприл палец, снул меня в лоб. Натронул и че? Еще хоть раз! Да, Антон, давай уже ближе к делу. Че ты как этот? А вот еще. И еще. И еще. И еще. Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетала назад. Только бы не расплакаться. Иначе труба. Че ты мне сделаешь, мямля? В глазах помутилась. Я рванулся вперед, так что подошвы отклеились от пола. И махнул ногу от кулаком. Как тебе так? Как тебе так? Картина открывающегося моего взора была прекрасной и ужасающей одновременно. Семен держался за ушибленное ухо и изумленно моргал. Левый коронный, правый похоронный, ясно тебе. Неужели я был первым, кто сбунтовался против его абсолютной власти? Стопэ! Надо было бежать, но меня обступили его дружки. Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурину ударил! Ликуется школа! Хоть кто-то его ударил! Щеки Семена стали еще краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на губах примелькнула ухмылка, замеченная лишь мною в этом стане врага. Он подошел вплотную, обдал кариозной вонью. Тебе пиздец! Какой ты важный! Хуй бумажный! Голос у него был злым и опасным, точно кастрюле с бурлящим жиром, с которой сорвало крышку. Я ждал удар. Считал толчки сердца и гадал, куда укатит кулак. Солнечное сплетение? В челюсть? В нос? Он просто развернулся и ушел. Ха-ло-х! Ссыкло. Мысль, холодная, трезвая и удивительно спокойно, вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. Ну, нормально. После занятия я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семен не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Как смертнику, узнавшись, что казнь откладывается на день, я облегченно вздохнул. Но не позволил себе забыть его тон, мстительный взгляд и на электризованную пугающую хмылку. Пока школьники с шумом и смехом раскатились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно смотрелась в окно. Во дворе и на участке у школьных ворот Семена не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустящем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалета журчала вода. Я остался один в целой школе. Не один, пришла внезапная мысль. Я вспомнила о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Ой, а чего он такой жуткий? Вспомнила, что он улыбается. Походу, он меня замочит, пока я был в школе. И что он смотрит на меня. И что, скорее всего, он уже мертв. Привет! Ёб твою мать, это Вова! Я вздрогнул, я обернулся. Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки. Потом я заметила, что его держит девочка из моего класса. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам украдкой смотрел на нее. Потом просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей, небо или на девочку, которая не когочится всеми хором над шуточками Семена. Мне перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе и либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте. Здравствуй. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дождь этом полу. Круто ты ему врезал! Ебать-то, какой хищный взгляд. Я смотрю, ты это, недаром сидишь везде одна. Пойди, маньячка в душе. Это вышло случайно. Почти. Ни хрена, это не случайно вышло. Это вышло запланированно. Я стала рассеянной, складываю чеченники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семен раньше таким не был. А что ж его таким сделала? Он к нам недавно перевелся. А, то есть его тоже гнобили, и он это... Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. А ты еще и с бабушкой его общаешься. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? Это потому, что он такой страшный? А ты вот молодец. Я молодец, да, я такой. Не струсил? Еще. Еще какой-нибудь молодец. Угу. Я замычал. Ага, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже получается торчит у окон, лишь бы ему по шапке не дали. Девочка смотрела на меня чисто внимательными глазами. А ты за рекой живешь? Да. В том деревянном доме? Да. Ну да. Там, наверное, страшно. Ну, блядь, спасибо. Я там живу-то вообще. Да еще через лес идти. Я же уже сказала, что я молодец и не ссыкло. Я и могу и в лес идти, и через лес пойти. Что ты на это наседаешь? Я бы так не смогла. Ну и сиди тут. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумала о приплетенных ветках, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталось, как лишайник среди косых деревьев, и выдал самую настоящую ложь. Да не так уж там вот страшно. Да, не так уж страшно. А что тебя так пугает? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула на вождение. Да так. Ничего. Ничего ты там не пугаешь? Меня, кстати, Полина зовут. Ну, здрасте. А мне Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. Полина замялась, будто решая, стоит ли продолжать. А что ты делаешь после школы? Я, блин, что, ударил главного хулигана школы и стал резко популярным? Все девки теперь меня хотят? От ее невинного вопроса кольнула в груди, но как-то по-особенному приятно. Ты это видела, как я на Катьку упала, и все? И теперь так же хочешь? Ничего такого. А что все помутнело? Я запнулся, не закончив фразу. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Ее насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка лисица и правда ждет меня после школы? Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? Что? Вот у тебя, конечно, вопросы года. Какие там хвосты, под какими шубками? От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после нормативов по физкультуре. Захотелось принять душ, словно сами размышления о лисичке делали меня грязным. Пачкали, сбивали с дороги и выводили в объятия леса. Это так становятся этими любителями фури, да? У меня сейчас занятие, скрипка. А потом я свободна. А я нет. А я нет. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. Она махнула в узге свободной рукой, имитируя движение смечка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. А лису я выбросила с головы. Смотрела на губы Полины, ловя каждое слово, и замирала от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими. А еще щекотными. И казалось, что я маленький, а чувства очень большие, и им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Блядь, меня и так тут убить хотят, а ты еще с маньяками. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодцы изучали меня, рот был словно напомажен черным, как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Если у нас в деревне завелся маньяк, то будет не один труп, а два в таком случае. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Вот оно! Наконец, все, о чем я читала этим летом в приключительских романах, о чем тайно грезил, начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Дуэль. Мысли о Семене моментально отрезвили, вернули на землю, и почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед Полиной. Ведь сколько бы я не храбрился, было очевидно и мне, и ей, выстояя в драке против такого амбала, мне не под силу. Если он и накатирует меня, это не самое страшное. Страшно, что это увидит Полина. Засмеется со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетеля от моего позора. Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Ишь, какая, блин, а с ним? Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Лично, по-мужски, просто я уйду от драки. Глупости какие. Ну, если что, ты скрипкой уебешь. Ладно, так и быть. Полина отбросила челку со лба, и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить. Глотаясь жадно, а жажда все не уталяется. Я вспомнила летние вечера на даче. Геткий дым костра, свисающий из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда я чувствовала себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей смехи родителей в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу? Выделил ли я, как хрупок и ненадежен тот мир? Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Нет, он приведет с собой еще кучу народу. Если мы будем вдвоем, это нам не поможет. Они просто толпой меня изобьют, а ты постоишь и посмотришь. Со своими дружками набросятся всем скопом, а помниться даже не дадут. Но тут ты права. Полина вдруг хитро улыбнулась. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Но если бы ты сказала, что ты еще и девочка-чемпион по боксу, я думаю, это бы их насторожило. А так, ну девочка и девочка, какая им разница на глазах, у кого избивать Антона? Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Ебать, он благородный, конечно, у тебя знакомый хулиган. Ну почему у тебя знакомый хулиган? Полина, ты где вообще ошиваешься? Кажется, у меня какие-то подозрения. А не ловушка ли это? Представляешь, у них кодекс чести такой. Да что за бред, нет в них никакого кодекса чести. Знакомый хулиган? Забеспокоился я. Лучше ли он меня? Симпатичней? Ой, мне на музыку пора. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток в журнальных постерах или на актрисы с кинофильмов. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? На нервах. Два года назад мне купили гитару. Я же воспомнила свои жалкие попытки научиться музицировать. АМЕМ. Перемен. Мы ждем перемен. Песня Цозусь наложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Ты в шестом классе. Какой изменить хоть что-то? Виктор Цой. Вокалист и лидер рок-группы кино, игравший в стиле постпанка и новой волны. Их хит «Мы ждем перемен» является одной из самых популярных в России стихотворных строк, включающих в... Включающих, в числе прочего, русскую мировую классику. Цой погиб в автокатастрофе. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали кому-то инструмент. Кому она нужнее? Увы, не играй. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Крики девочки похватило глухое эхо. Туфли затычали по школьным коридорам. Пока! Пока. Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел. Только пара ребят из младших классов кидали друг друга в снежки. Никого похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла стать битым моим другом, первым на новом месте. И потом я и впрямь могла угрожать встречу с маньяком. А тут я, защитник, рыцарь. И пускай последняя внутренняя голос подвергала сомнению и шептала побеги, подальше от убийц, отрыскающих по ночным лесополосам маньяков, Полина стоила риском. Но и рожевая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вова. А за этим следуют награды. Много денег. Почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразила сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супонева в телепредадаче «Звездный час». Сергей Супонев. Советский и российский телеведущий, главный шоумен детских и развлекательных программ Центрального ТВ, от обучающих викторин до передач, посвященных компьютерным играм. Супонев разбился на снегоходе, претавшись в речной пристой. Какая жуткая смерть. Ее кружат в танце известные певцы, может даже это новая популярная группа «Иванушки Интернешнл». Так, ну-ка. «Иванушки Интернешнл» – российская бойз-бенд-группа, состоящая из трех человек, играющая в стиле поп. Ее поэт и солист Игорь Сорин умер, выпав с балкона шестого этажа. По версии следствия, это было самоубийством. Заменивший Сорин Олег Яковлев умер позднее от цирроза печени. Это что, они все умирают, как ненормальные. Мама с папой обнимаются в всталкинском павильоне, а потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Так, ну что это? «Хочешь узнать, кто дурак? Переверни меня. Готов поспорить с обратной стороны, точно такая же острота». Интересно, долго боец Семен крутил такую бумажку, попадясь она ему в руки. Брошенное кем-то цинковое ведерко с притаившейся на дне тряпкой было до краев наполнено модной канализационной водой. «От него исходил какой-то химически слоноватый смрад, причем с такой страшной силой, что меня задошнило. Я отшатнулся, про себя молясь избежать участи дежурного». Блин, мне нравится Алиса, мне очень нравится Алиса, но Алисе тоже нельзя доверять, потому что хрен его знает, что это за Алиса. «Полина мне не сильно нравится, но, с другой стороны, есть правда в ее словах. Если мы пойдем вдвоем, у нас, во-первых, есть шанс подружиться, и ты в этой школе будешь не один. Во-вторых, у нас есть шанс избежать драки, что гарантирует того, что сегодня я не умру. А с Алисой все непонятно. Будет она защитить меня – нет. Так что я выберу Полину, хотя мне нравится Алиса». За окнами вился снежок, словно плясал в такт звучащий из-за поворота музыки. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору с недавимым любопытством. Полчаса, что я ждал здесь, проползли улиткой. Хотелось скорее увидеть Полину снова. Музыка стала громче. Она струилась из-за приоткрытых дверей в дальнем конце коридорного тоннеля. «Мои музыкальные вкусы ограничились Летовым и Шевчаком, старыми песнями о главном, шлягерем по телевизору». Егор Летов – вокалист и литер группы «Гражданская оборона», игравший в стиле гаражного панка и психиатрического рока. Посмертно Летов был неоднократно назван крестным отцом, патриархом русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Летов умер во сне. Ну, хоть у кого-то была спокойная смерть. А также клипами, которые иногда записывали бонусы на видеокассеты для затравки предфильма. Но мелодия скрипки приняла меня. Она оказалась янчайшей резьбой по дереву, цельной породы, пустальной игрушкой и дуновением теплого ветерка. Я принял к дверному косяку. Полина пряталась от меня в глубине класса, но ее тень, тень девочек со скрипкой, падала на стену. И столько грации было в движениях руки и смычка, что я будто поплыл на волнах музыки. Сердце словно пробило преграду грудной клетки и понеслось вскачь. Быстрее и быстрее по снежным просторам, скользя меж сосен, к солнцу, плащем над валежником. Заскучал? Да блин, все стены пересмотрел. Я погрузился в мысли с головой и не слышал шагов. Искупавшуюся в музыке Полина стала еще волшебней. Да нет, нет. Нет, нормально все. Я о комиксе своем думал. Зачем-то я соврал. Ты комиксы рисуешь? Да, ну то есть планирую рисовать. Ага. Ага. И про что твой комикс? Про самую очаровательную добрую скрипачку, чудом оказавшуюся в этой обители страха. Про лису. Это как вообще понимать? Про самую обаятельную скрипачку, но комикс будет про лису. Ой, точнее про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. Смотри, как завуалировал. А потом они... Они пляшут в ночи. Ого. Как интересно. Сам придумал? Почти. Каждый день такое вижу. Я опустил глаза. Вдохновился, глядя в окно. Я рыцарь. Ну а рыцарствовать мы будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok